Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Мое сегодняшнее утро начинается с чашечки горячего кофе. Это реально очень смешно, но это правда. Помните, я вам рассказывала в Мукбанке, что я хочу купить землю и построить дом? Естественно, про это я рассказала также и мамочке. И что вы думаете? Мама на следующий день пошла и купила клубнику, которую в дальнейшем мы посадим в моем огороде, которого пока что нет. Но то, что родители верят той мечты, это, конечно, круто. Погода просто с каждым днем все лучше и лучше. Попивая свой кофе, хочу смонтировать Мукбанк, который, если честно, мне не очень понравился. Вот картинка какая-то ужасная, у меня лицо супер белое, но все равно жалко, наверное, выкладывать путу, потому что Мукбанк интересный. Но не угадаешь. Иногда бывает вроде не особо постаралась, а картинка классная, а вот в этот раз наоборот. Который раз уже переносим, но уже сегодня точно должно увидеться с подружками. По идее, надо искупаться, но я не успеваю, поэтому просто мою колу. Особенно зимой, когда плохая погода, мне совершенно не хочется выходить из дома. Я жуткая домоседка. В одном из предыдущих Мукбанков я вам говорила, что влогов больше не будет. Я действительно не хотела их снимать, так как на них всегда меньше просмотров, нежели на Мукбанка. Но потом, почитав комментарии, я поняла, что многие как раз-таки влоги и ждут. Поэтому обязательно пишите свое мнение в комментариях, и не важно, ругаете вы меня или хвалите. Именно ваши комментарии помогают мне найти правильное направление. Так как было много недовольных комментариев под этим Мукбанком, я решила все-таки в влоге опять время от времени, хотя бы короткие, хотя бы какие-то кусочки из моей жизни, время от времени все-таки снимать и для вас выкладывать. Я сейчас буду быстренько краситься в качестве тона у меня Миша, так как он темный, я нечаянно взяла в 23-м оттенке. Поэтому его я смешиваю с Макс Фактором. Девочки, все понимаю, ракурс, конечно, ужасный, просто я опаздываю и я не люблю, когда меня ждут. Поэтому двигаемся со скоростью просто света. Делаю легенькие макияжи в то же самое время. Мне хочется немножко для вас подснять, потому что последнее время влогов почти не было. И многие в комментариях писали, что их не хватает. И я сегодня как-то спонтанно решила снимать влог. Кстати, лайфхак из ТикТока, который, можно сказать, изменил мою жизнь к лучшему, который я увидела неделю назад. И честно, я даже подписалась на эту девушку. В общем, девушка, бьюти-блогер, показывала на себе, почему плохо наносятся тональные на лицо. И она говорила, что одна из проблем заключается в том, что вы не используете скрабы. Я вот купила себе скраб. Естественно, не каждый день им пользуюсь, но всё же я заметила огромную просто разницу, как наносится тонально. Во-первых, я время от времени скрабирую кожу, и потом увлажняю обязательно перед нанесением тона. И тон ложится просто идеально. Мне вот в ТикТоке больше нравится видео разговорного жанра. Уже, знаете, настолько надоели вот эти танцы, не знаю, какие-то тренды. Так как я их просто пролистываю в последнее время, в рекомендации у меня только полезный контент. Круто, что люди абсолютно спокойно, бесплатно могут поделиться какими-то знаниями. Я не знаю, вам видно или нет, скорее всего, нет. Но тон лёг просто идеально. Сильно много я наносить не буду, вот слегка совсем. Не могу с вами не поделиться своим последним приобретением, хотя наверняка вы так же, как и моя мамочка, будете меня ругать. Не опять основа. Айка купила себе две огромные палетки от Makeup Revolution. Они реально огромные, но почему-то на видео кажутся маленькие. Просто чисто для сравнения возьмём стандартную палетку от Makeup Revolution. Это Dragon's Heart. Как вы видите, эта палетка Макси в три раза больше, чем их стандартная палетка. А какие здесь цвета и пигментация, просто сказка. Все оттенки в этой палетке матовые. И вообще, изначально я хотела купить не эту, а вот эту нюдовую. А потом подумала, почему бы не взять две таких ярких цветов. У меня ни в одной палетке нет. Я сейчас уже, к сожалению, опаздываю, поэтому, наверное, свочить не буду. Но как-нибудь в другой раз обязательно засвочу вам. И сегодня я хочу сделать макияж вот этой палеткой. Здесь не только матовые, но и шиммерные оттенки имеются. И вот эта палитра, мне кажется, самая прям база для любой девушки. Давно хотела такую палетку, в которой только нюдовые оттенки. И зачем-то взяла ещё вот эту яркую. Непонятно зачем. И сейчас начнут все писать в комментариях, да зачем тебе столько, когда ты успеешь всё это закончить и все дела. Ну, не знаю, хочется мне. Настолько много эмоций, я получаю от покупки декоративной косметики. А в частности, тени. Это вообще, конечно, нечто. И ссылку на эти две палетки я вам обязательно оставлю в описании под видео. У нас они стоят 47 монат. А я, получается, две купила по цене одной. Заказала, как всегда, на Trendyose. Ссылка будет обязательно внизу. И вы знаете, я боялась, что они у меня не будут помещаться здесь. Но, как вы видите, как раз. И, естественно, это тоже не всё. А эту палетку я купила в городе. Ну, как я. Мне купил парень, когда мы шли в кино. До кино мы так и не дошли. Пошли по магазинам. Я взяла себе такую палетку от Belogy. И она прям в жёлтых оттенках. Я не знала, что есть такие разноцветные. Потом у меня подруга купила такую розовую и синюю. Теперь я гонюсь за двумя остальными. Хотя, зачем это мне, непонятно. Belogy — это итальянский бренд, который представлен у нас в Bagar Store. Там у них появилась новая коллекция. А эта продавалась со скидкой. Поэтому я решила взять. Я не знаю, девочки, это просто болезнь. Просто какие тут невероятно крутые цвета. Опять же, свочи делать не буду. Если вам интересно, пишите в комментариях как-нибудь в другом влоге. Я вам обязательно засвочу. Но, поверьте моему слову, пигментация тоже шикарная. И храню я эту палеточку в коробке. Я знаю, что большинство моих зрителей не смотрят Дом 2. И, наоборот, негативно относятся к этому проекту. Но я, как вы знаете, долгое время его смотрела. И даже сейчас пересматриваю ретро-серии. И они, кстати, мне нравятся куда больше, чем новые. Последние серии я вообще перестала смотреть. Насколько я знаю, рейтинги Дома 2 очень сильно упали. После того, как на YouTube перестали загружать серии, я просто перестала его смотреть. Но сейчас я бы хотела вам рассказать не об этом. Сейчас я пересматриваю серии Слебеж. Точнее, я начала их смотреть. А потом узнала, что она умерла. На мой взгляд, одна из самых ярких и харизматичных участниц. К сожалению, у нее не было ни мужа, ни ребенка. Она умерла в своей квартире. Ее обнаружили очень поздно. Сначала писали, что через 41 день ее обнаружили. Потом выяснилось, что через 2 недели. Но в любом случае, уже соседи почувствовали неприятный запах. И пришлось вызвать МЧС. Кто не в курсе, у нее был туберкулез. Она правда это скрывала. Потому что, когда она была жива, я смотрела всегда ее истории. И она никогда не говорила конкретно, какой диагноз у нее стоит. Но когда хозяин квартиры взломал дверь и увидел бездыханное тело Лебеж на кровати, а рядом на столе были справки из больницы. И выяснилось, что это у нее диагноз. И диагноз достаточно давно поставлен. Некоторые писали, что ее легкие уже разложились. И все подобное. Не нам с вами осуждать человека, которого уже нет. Ну не знаю, почему-то уже прошла неделя с момента этих новостей. Но я продолжаю смотреть ее прямые эфиры. Продолжаю смотреть эти выпуски Дома 2, где есть она. И она меня так восхищает. Она настолько талантливая, харизматичная, очень честная. Очень жаль, что этого человека не стало. Если вам интересно, тоже посмотрите. Ее отношения есть на ютубе. Эта история учит нас с вами тоже, что нужно избавляться от вредных привычек. Нужно чаще проверяться, ходить по врачам, не жалеть на это деньги. При возможности заниматься спортом, переходить на правильное питание и все остальное. Кто-то в комментариях осуждает ее родителей, почему они не поинтересовались, где их дочь в течение этого периода. Я считаю, что никого в этой ситуации не нужно осуждать. Это лишь судьба человека. Кому интересно, и вдруг этот период вы не смотрели Дом 2, посмотрите на ютубе, действительно, я вот сейчас вот мою посуду и параллельно смотрю выпуск с их участием. Очень интересно. И очень поучительно, что со стороны, например, люди делают замечания о твоих привычках и так далее. Ты все отрицаешь, а в конце ты знаешь, что произошло с человеком. И хочешь, не хочешь, даже делаешь выводы для себя, чего делать не стоит. Но в любом случае, на мой взгляд, это одна из самых, а может даже и самая яркая участница Дома 2. Пусть земля ей будет пухом. А я тут быстренько мою посуду, и уже пора мне выходить. Вообще, в тот день я прибралась почти во всем доме, но не стала это снимать. А сейчас вот жалею. Мне кажется, очень залипательно смотрится. В следующий раз как-нибудь сниму для вас мотивационное видео, как я убираюсь дома. Кому интересно и кто за, обязательно пишите в комментариях. Мы уже с девчонками на месте. Погода просто замечательная. Вот прям гулять и гулять. И вдвоем мы опоздали немножко с Нармишкой. Я не с вами везде. Да, заставили ждать. Какой ужас. Нам стыдно, хочу признаться. Мы пришли в Апрайдэй. Здесь очень вкусные бургеры и все остальное. Сарочка сказал, самое главное, чтобы было вкусно. Неважно, атмосфера. Поэтому мы здесь. Здесь, кстати, очень много народу. Еле нашли свободное место. Точнее, оно было не свободным, а освободилось. И мы его быстренько заняли. Вот сейчас целый час выбираем. Смотри, я ненавижу такое меню. И девчонки со мной согласились, когда нету фотографий. Заказ к нам приходит по частями. Моцарелла стикс. Выглядит очень аппетитно. Посмотрим, как это все делать. Тянется. О-о-о-о. Красота. Вот это я понимаю. Вот это жвачка. Бильдага, подождите. Я сейчас кушать не могу. Нет, кушай, кушай. Какой мягкий бургер. Это просто нечто. Я вот откусила. Невероятно вкусно. Мы взяли с курочкой. Очень мягким. Красивый мягкий. А, дядю? Да. Кто-то один будет есть. Мы здесь достаточно плотно покушали. Обсудили абсолютно все. И счет у нас вышел 56 монат, 70 копеек. Но мы решили на этом не останавливаться. И поискать место, где мы можем попить чаек. Многие, возможно, со мной не согласятся. Но я реально не вижу смысла ехать в город, чтобы встретиться с подругами, если мы все живем в одной части города. Мы, наверное, где-то полчаса искали место, потому что везде забито. Еще я очень не люблю сидеть в заведении, где шум, гам, столики расположены очень близко друг к дружке. Мне просто некомфортно. Хочется спокойной атмосферы. Поэтому мы договорились с девчонками в следующий раз встретиться в более спокойной атмосфере. Попить чай мы решили в Синнабоне. Тут очень вкусные десерты. Не знаю, как вы, но мне всегда в заведениях очень стыдно заказывать десерты. Например, вдвоем мы сидим и заказывать один десерт. Но сладкое много я просто есть не могу. Поэтому на каждого человека мы заказали по одному Синнабону и в конце не съели. И так, кстати, каждый раз. Пишите обязательно в комментариях, бывают ли у вас такие моменты. А на этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Всех люблю. Целую. С вами была Айка. Пока.